МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу и персональный акцент. 78 лет нас отделяет от событий сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Спустя почти век сегодня о начале той войны вспоминают только историки. Тем не менее, спустя 78 лет все чаще стали проводить параллели между тем, что происходит в Европе в последние 25 лет и тем, как начиналась Вторая мировая. Находимся ли мы на пороге Третьей мировой войны и что возможно предпринять, чтобы ее не случилось? Поговорим с нашим гостем, историком и политологом Борисом Шаповаловым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, сейчас ситуация в мире нестабильна. Это отмечают многие наблюдатели, те, кто сегодня занимается изучением политических процессов в тех или иных странах. От любой спички может вспыхнуть достаточно большой, если не тотальный пожар. И, судя по последним событиям, большинство стран так, наверное, и не извлекли уроков из итогов Второй мировой войны. Ситуация вновь на грани очередного столкновения. Смотрите, санкции к Российской Федерации применяются, пересмотр истории в тех или иных странах, борьба с памятниками вновь проводится. В то время, как, например, если в Польше там они борются с памятниками под эгидой декоммунизации, они борются с памятниками воинам Великой Отечественной, Второй мировой войны, то, насколько я знаю, во Франции или в Великобритании установили памятник воинам-освободителю. В Австрии. В Австрии. Памятник воину-освободителю буквально в эти дни. И если вспоминать события 78-летней давности, я бы даже сказал, попытался бы заглянуть, например, к событиям более столетней давности Первой мировой войны. Почему? Бенефициаром всех этих событий, как ни странно, оказали США. США после Первой мировой войны стали мощной державой, после Второй мировой – сверхдержавой. То есть, понятно, что, наверное, как-то об этом не следует забывать прежде всего. И вот сегодня мы наблюдаем за тем, что из океана вновь руля. То есть, руль политических процессов того, что происходит и на постсоветском пространстве в том числе, а значит, руль этих событий находится опять же там, за Атлантическим океаном. И вот, на ваш взгляд, Борис, какие уроки не сумели извлечь европейские страны из событий Второй мировой войны. И что для вас является неким индикатором напряженной ситуации на сегодняшнем европейском континенте? Ну, вопрос у вас очень такой широкий, философский, я бы даже сказал, такого социогуманитарного плана, потому что захватывает очень большой пласт, и чисто исторический, но и самих вопросов, проблем, которые возникали в тот период времени, ну и они, да, очень все верно вы говорите, ретранслируются на нашу сегодняшнюю ситуацию, то, что происходит в мире. Действительно, есть две точки зрения, одни говорят, что уже идет Третья мировая война, она пока идет в форме информационной, гибридной войны, как ее называют, хотя это слово сегодня, скажем так, заполоскали. Да, и, в общем-то, непонятно, насколько она отвечает тому, что происходит. Да, да, во всех различных смыслах, но, тем не менее, это есть. Есть и другая категория специалистов, которые говорят, что Третья мировая, она фактически идет, и она будет проводиться в виде региональных войн, то, что мы видим сегодня в арабском мире, Сирия, да, то, что мы видим Афганистан, вот такие вот локальные войны, вот это напряжение в Корейской народно-демократической республике, то есть это те искусственно создаваемые очаги напряженности, которые используются, ну, скажем так, западным империализмом, будем называть вещи своими именами, он никуда не делся, вы очень верно все правильно подметили, потому что центры влияния, центры управления, они остались практически те же. Мы можем взять и наш регион, наверное, мы чуть-чуть позже об этом поговорим, да, у нас тоже есть свой очаг, зона напряженности, которую нам не дали те же Соединенные Штаты Америки решить в 2003 году. Вот, то есть вот такие все зоны, они используются для чего? Для того, чтобы ослабить основного своего конкурента, прежде всего в экономическом развитии соперника, ведь не надо в открытую сегодня втягивать ту или иную страну войну, достаточно это делать через влияние, через те экономические процессы. Нужно заставить, допустим, ту же Россию тратить деньги на вооружение, заставить Россию втягиваться в какие-то конфликты региональные, в той же Сирии, еще где-то. Вот те события, которые происходят на Украине, это говорит, что идет целенаправленный план, опять же, со стороны европейских определенных кругов, со стороны Соединенных Штатов Америки, создать вот этот очаг напряженности, а может быть и открытого военного конфликта на границе с Россией, со своим братским народом, ведь мы же видим, что там происходит. Поэтому здесь очень много есть вопросов. Но надо помнить, прежде всего, что война это страшное дело, потому что если в Первой мировой воевало 36 государств, то уже во Второй мировой 62 государства, там 1 миллиард человек, а во Второй мировой принимали участие 1 миллиард 700 миллионов, то есть 80% всего человечества. Понятно, что если начнется Третья мировая война, то он, наверное, в стороне навряд ли при современных технологиях кто-то останется. И это действительно, скажем так, это не забыли на нашем постсоветском пространстве, мы этого не можем забыть. Потому что если в Первую мировую войну погибло 10 миллионов человек, во Вторую мировую по разным оценкам 56-60, смотря какими источниками пользуются, то мы должны реально понимать, что из тех 56-27 миллионов это советские люди, в том числе это наши дедушки, бабушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И здесь надо тоже четко и ясно понимать, вот смотрите, цифры просто говорят сами за себя. Допустим, вот Англия сколько лет участвовала во Второй мировой войне, а у них же военные потери абсолютно незначительные, порядка 250 тысяч человек и 62 тысячи, по-моему, мирного населения. Возьмите Советский Союз, 27 миллионов погибших, 8 миллионов 600 тысяч это армейские военные и боевые потери, да, то есть это армия и практически от 18 до 19 миллионов это мирное население, которое целенаправленно истреблялось. И самые жестокие события, в общем-то, военные разворачивались на территории Советского Союза. Да, конечно, на этой же территории, да. Великобритания была страной государства и там события не являлись театром. И как раз очень большой вопрос. Вспомним даже чисто исторически, 1812 год, кто натравил Наполеона и всю эту европейскую армию против России? Великобритания. Это однозначно, вот эти, помните, Тильзитский мир первоначально, потом континентальная блокада, все остальное, в принципе, у России с Францией были нормальные отношения. Но вот история пошла по такому пути, что, ну, России пришлось защищаться. Вспомните 1917 год, все эти кровавые события, столетия которых мы отмечаем. Февральская революция, Октябрьская революция, вот столетие у нас на носу. Это тоже дело рук Великобритании. Причем очень непорядочное, ведь король английский, двоюродный брат Николая II, и он отказал в том, чтобы принять своего брата на этой территории. И Вторая мировая тоже самое. Меня вообще удивляла, допустим, развязана была Первая мировая война, и воевали три двоюродных брата. Я так понимаю, Вильгельм II, это Германия, Англия и Россия. И в этой ситуации, когда изучаешь, так сказать, и хроники, и, в общем-то, смотришь, как проходили события, ты понимаешь, в общем-то, что вся эта и Первая мировая война, как и Вторая была направлена на то, чтобы ослабить Россию прежде всего. Хотя, ведь, смотрите, раньше говорили, боремся с империализмом. Здесь, на этой волне большевики, так сказать, сумели взять власть. Боремся с империализмом, быстро делаем Брестский мир, отдаем, что можем отдать для того, чтобы остановить нашествие Австро-Венгрии, немцев. Будем потом разбираться. Будем потом разбираться, разобрались. Потом боролись с коммунизмом. Но у нас нет ни империализма, ни коммунизма. Теперь с чем борется Запад? А теперь борется с Российской Федерацией, с кем и боролись. Вспомните историю России. 1612 год. Поляки сидели в Москве. Чем где-то сидение закончилось? Вспомните 1709 год. Самая сильная европейская держава, Швеция. Битва под Полхотавой. Чем это закончило? Каждые 100 лет. 1812 год, 1914-18, 1941-1945. То есть каждое столетие Россия в том или ином виде, Российская империя, Советский Союз или современная Россия, она переживает какие-то вот эти сложные переломные моменты. Опять-таки хочется поделить и разделить. Но ведь мы же знаем знаменитая фултонская речь Черчилля. Мы знаем современные Олдбрайт выступала, потом вот кандидат президента была... Жена Собога Клинтона. Да, да, да. Вот. Клинтон, Хиллари. Опять-таки же. Они о чем говорят? Что вот это как-то несправедливо получается? Почему Россия, одна шестая земной суши, владеет такими большими громадными ресурсами? Надо забрать, поделить для того, чтобы было поровну по-другому. То есть вот такой какой-то людоедский подход к этому моменту. Поэтому действительно все направлено на это. Почему россияне вот ставят себе палки в колеса, не дают развивать Евразийский экономический союз? Боятся возрождения экономической мощи на этом вот пространстве, да? Потому что сегодня есть несколько основных, скажем, геополитических игроков. Это Соединенные Штаты Америки. Первая экономика мира, хотя уже становится вопрос, первая она или вторая. После Китая. Потому что по данным прошлого года вроде бы Китай вышел на первое место. То есть вот Китай, вот Соединенные Штаты Америки, вот она Россия, где всего лишь там нет даже 200 миллионов населения, но громадная территория и громадные ресурсы. Но конечно же есть соблазн у всех ими воспользоваться и поделить. Поэтому дестабилизируется вот эта ситуация. Русофобия. Посмотрите, как это все это ярко разворачивается. Об этом отдельно поговорили. Да, появился новый термин. Мне очень понравился. Я занимался вот последние несколько месяцев этой проблемой. Русофрения, да? Ну есть шизофрения, да? Вот появилась русофрения. Это когда одновременно все очень боятся ту Россию, но все одновременно кричат, что это совок, это ватники, они разваливаются, они все остальное. Понимаете совмещение вот этих двух вещей? Но это де-факто, это есть, это действительно так. Но это смотрите, история который раз доказывала, что в общем-то вот все эти попытки, они были, как уже показала история, вручены на, в общем-то, мягко говоря, печальный итог. Для тех, кто начинал. Да, так сказать, и не зря, видимо, в русском языке существует этот поговорок. Кто с мечом к нам придет, отмечает, погибнет. Но вот тут ведь трагедия даже, наверное, и самого русского народа. Смотрите, Первая мировая война, Великой Октябрьской Верлице. Да, спровоцировала Великобританию. Причем, опять же, да, так сказать, мировой империализм принял крайне активное участие в рождении, так сказать, вот этого борца с мировым империализмом. Вторая мировая война, ну, в общем-то, укрепила Советский Союз. Да, и Советский Союз уже, так сказать, как бы четко заявлял на свое присутствие, геополитическое присутствие, так сказать, на европейской карте, ну, и в мире, как таковом. Понятно, что сегодня говорят о том, что вот события 1991 года, это события, которые, ну, могут быть приписаны в качестве победы Соединенным Штатам Америки. В данном случае развел Советский Союз под давлением диалога. Они же учредили награду за победу в Холодной войне. Это действительно так. И самый большой предатель Советского Союза Михаил Горбачев получил ее первым. Мазепа не получил орден. Иуды в одном экземпляре Петр Первый его учредил. А вот этот удостоился. Да, здесь еще долго будут говорить историки о том, кто виноват и что делать. Но 25 лет независимости Российской Федерации от своих, будем говорить, от тех, кто раньше составлял одно целое в Советском Союзе. 25 лет независимости бывших советских республик. Сегодня мы все развиваемся для себя новым и часто, как мы говорим, демократическим путем идем, пытаемся найти свой путь. Тем не менее, так или иначе, мы снова втянуты в орбиту вот этих геополитических интересов противников России. И в данном в этой ситуации часто наблюдаем, что молдавские власти довольно активно принимают не просто ту или иную сторону, они принимают ту сторону, которую считают для себя крайне важной, видимо, или крайне правильной. В этом мы видим, как вы сказали, русофрению. Но, может быть, это не так выражено. Еще симптомы. Ну, русофобия стопроцентная. Да, но тем не менее, мы наблюдаем, как не впускаются в страну российские журналисты. В данном случае, последний случай, когда главный редактор аргументов и фактов и два предпринимателя, которые там портфельные инвесторы, владелец винодельческой компании, они не были выпущены из аэропорта, так сказать, говорилось о том, что не было четко указано цель визита. Но как-то раньше не требовалось. Я думаю, что люди, взрослые, наверняка написали, не знаю, в каких-то документах, декларациях, для чего они приехали. Тем не менее, вот эта формулировка прозвучала, и людям, так сказать, был, так сказать, вот вам порог, так сказать, ворот-поворот. И это тоже не красит сегодняшнюю молдавскую власть, и это как позиционирует их, ну, знаете, такими, хотелось сказать, бойцами, мне кажется, пешками, вот в какой-то геополитическом каком-то раскладе. Насколько далеко мы уже зашли вот с нашими, с нашей властью вот в этом процессе русофобства? Давайте пока с русофренией. Да, хорошо, я понял. С новым термином это как-нибудь в другой раз. Действительно, ну, давайте просто посмотрим на эту ситуацию, вот то, что происходит. Я бы здесь разделил вот молдавские власти все-таки на две части. Есть правительство, есть, так сказать, парламентское вот это большинство, шайка депутатов, которая собрана вот непонятно из каких партий, которые абсолютно перечеркнули все выборы ноября 2014 года. Вот, они же там поперебежали, все друг друга там... Эволюционировали. Я не забуду этот термин, когда был обозвучен бывшими коммунистами, говорит, мы, так сказать, пережили эволюцию, теперь мы демократы. Ну да. Вот, вот это одна часть власти. Они называют себя проевропейской, прозападной. Они почему-то решили за народ, что это национальная идея молдавская, курс в Европу и так далее. Хотя в нормальной стране, как мы видим это в Европе, по таким глобальным вопросам проводятся референдумы, да, возьмите тех же адричан, провели референдум, все, большинство проголосовало, сколько там, 2% разницы, даже нет. Да. Они проголосовали, что мы выходим из Европейского Союза. Все чисто демократичным путем. Но там этот вопрос рассматривал народ. А здесь вот непонятно, кто, кого избрали, кто, откуда перебегал. И они за нас с вами, за народ, они принимают решение и говорят, что они избранники народа. Подождите, я знаю одного избранника народа на сегодняшний момент. Это президент страны Игоря Николаевич Дадон. И вот это вторая составляющая нашей власти. Я бы сказал, может быть, не сильно с такими там полномочиями, да, потому что они постарались обрезать нашему президенту там все вот такие управленческие полномочия. Но мараз полнейший, да, у главнокомандующего, вооруженные силами, у президента страны вывели из подчинения даже собственную охрану, да, вывели из подчинения службу информации и безопасности. Но это только в нашей стране такие вещи могут быть. И вот эти люди на сегодняшний день, если мы видим то, что происходит, они делают все для того, чтобы рассорить наше государство с Российской Федерацией. А ведь Российская Федерация – это наш основной экономический партнер. Так исторически сложилось более двухсот лет. Почему? Потому что тот рынок, на который наша продукция идет без вопросов, ее будут брать в неограниченном количестве, только занимать Молдова, должна, ну, определенную четкую и ясную позицию. Нейтралитет, а не лезть ни в какие блоки, на здоровье. То, что мы видим и то, что провозглашает президент. И сразу же эта позиция была воспринята в штыки. Помните, в марте запретили нашим чиновникам выезжать, мол, их там кто-то где-то оббежал, да. Подвергали отдельно контроль. Да, так подождите, никаких фактов никто не представил, нигде ничего не было опубликовано, да. Вот, не поедем. То есть, это идет на разрыв полных отношений. Когда это было сделано? За две недели до второго визита президента. Когда решались очень важные вопросы. Для чего? Для того, чтобы вот так что-то сделать, чтобы, ну, Россия резко отреагировала и, соответственно. Либо отменялся визит. Да. Потом вспомните, конец мая месяца этих пять дипломатов высылают. Ну, каких дипломатов? Четверо из них члены контрольной комиссии по Приднестровью. То есть, те люди, которые занимаются миротворческим процессом. Россия основной гарант. Здесь миротворческие силы. Этих людей высылают из нашей республики. Опять таки, ничего долгом не предъявил. И помните, этот вопрос рассматривался на Совете Безопасности. Но ведь никто из там службы информации безопасности, из правительства, из МИДа так и не смогли озвучить четко и ясно, в чем же обвиняются эти дипломаты. За что? Вот их выслали. А вообще вот этот беспрецедентный скандал, вы меня извините, с вице-премьером российского правительства. Ну, ладно, вице-премьер. Но он сопредседатель российско-молдавской экономической комиссии, которая решает все вопросы нашего взаимодействия. Значит, нашему правительству это взаимодействие не нужно. В конце концов, это личный представитель президента Великой Державы по решению Приднестровского конфликта. И мы все прекрасно понимаем, без Российской Федерации этот вопрос не может быть решен и он не будет решен. Потому что там более 200 тысяч граждан Российской Федерации. Хотим и не хотим, там есть российские миротворцы, этот ограниченный контингент. И потому что происходит, мы видим, что пытаются втянуть вот в какие-то разборки, какие-то события Российскую Федерацию. В том числе здесь активно подключилась Украина со своими таможенными постами. Идет, что тут скрывать, попытка полностью блокировать периметр границы Приднестровья. Ну, вот вынудить на каких-то своих условиях решение вот этой проблемы, которая, ну, на мой взгляд, ну вот вчера был день нашей молдавской армии, да, мы проводили большое мероприятие, ну, я имею в виду союз офицеров Республики Молдова. Вот. И там многие люди были, в том числе те, которые воевали в 92-м году с этой стороны. И вот эти все генералы, полковники, они открыто говорили, мы остановили эту кровавую бойню, мы остановили гражданскую войну, мы поставили ультиматум и нашему политическому руководству, и политическому руководству Приднестровья, что мы не будем убивать людей, мы не будем этого делать. Почему? Потому что военные люди знают, как это страшно, что это человеческие жизни, и что ты берешь себе на сердце, на совесть, ответственность за вот этих вот людей. Но неужели нам вот хочется повторения вот таких вот вещей? Я думаю, что все-таки политики наши не совсем отдают себе отчет в том, что они делают. А может быть, они просто вынуждены это делать, ведь их счета находятся на Западе? Ну вот это печально, что под давлением тех или иных обстоятельств сегодняшняя политическая элита Молдовы действует примерно так, как действуют сегодняшние украинские власти. Посмотрите, сменив Януковича, так сказать, законституционно, неконституционно, это уже второй вопрос. Но они... Улучшилась их жизнь или нет? Да? Главный вопрос. Политическая элита наверняка да, а вот украинцев, я думаю, что нет. Взлетели цены, пенсии не выросли, и смотрите, на юго-востоке у них происходит конфликт протоубийственный практически. Украинский народ воюет с самим собой. С самим собой, конечно. И это в конве, ну, таких вот, ну, не знаю, геополитического разворота этой страны. Многим говорят о том, что, смотрите, Янукович не захотел подписывать ассоциацию с ЕС, а теперь взяли... Так как его подло подставили европейцы, вы извините, сегодня они, четыре министра европейских, министры иностранных дел с Януковичем подписывают дорожную карту о том, что проводятся выборы и все остальное. А на второй день Янукович уже вынужден как заяц бегать по своей стране, чтобы его не пристрелили как собаку. Ну, вот, вот, великая лицемерие. Кстати, вот мы с вами начали с первой, со второй мировой войны. Вот про это лицемерие я вспомнил очень интересный пример. Об этом не говорят европейцы, об этом никто не говорит. Ой, каким неудобно на эту тему говорить. Оказывается, с 44-го года в Великобритании разрабатывался спецплан под названием «Немыслимая». Он был подписан Черчиллем 22 мая 1945 года, о том, что Третья мировая война должна была начаться 1 июля 1945 года. Боевым действием, да, были готовы 47 американских и английских дивизий, в том числе 12 дивизий немецких, которые были расположены на севере Германии, на юге Дании. Они обучались, были под контролем английских инструкторов. Только... То есть, получается, союзники Советского Союза тоже смотрели... Союзники, но тоже, да, сразу же. Почему? Потому что, ага, набрали силу, значит, надо сразу же поставить. И речь шла о начале цивилизационной войны, войне, начале войны цивилизованного Запада против Советской России, как они называли. Почему не состоялось? Да просто, понимаете, вот эти все циники, политики западные, они ведь в то же время все-таки очень хорошо считают. Американцы просто сели и просчитали. Ага, без Советского Союза, значит, мы с милитаристской Японией будем там в Тихом океане, в прочих там этих островах в Китае и так далее, воевать где-то приблизительно 3 года. За эти 3 года они подсчитали приблизительно потери 2 миллиона человеческих жизней, то есть американских, о нет, для них это оказалось неприемлемой ценой. И они тормознули, англичане сказали, нет, вот пусть они нам сначала помогут с Японией разобраться. Мы закончим все, а вот потом так и произошло. И потом в 46-м году Черчилль опять же со своей знаменитой фултонской речью выходит, начинается холодная война. Почему не последовали какие-то события? Успели в СССР бомбу атомную сделать. Стал вопрос, ответят. Когда стоит вопрос, страшно стало. А потом вы помните все прекрасно, как оно развивалось. Сегодня, вот вы правильно говорите, вот эта новая попытка переделить опять все. Вы очень интересный момент начали по Польше, мы заговорили. Есть у них две страны. Две страны имеют институт в одной, на Украине национальной памяти, а в Польше он носит приблизительно аналогичное название, что-то по пересмотру исторической памяти. Ну смотрите, как они интересно пересматривают. Значит, границы они, то, что получили от Германии земли, то, что получили другие земли, ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния, ни Болгария, ни та же Литва, об этом никто не говорит. Ну вот давайте будем сносить памятники российским воинам, потому что мы считаем, что в 1939 году была немецкая оккупация, а потом оказывается их в 1945 году пришла советская оккупация, и они до 1989 были. Их не освобождали. Так если мы этим памятникам не ставим, давайте снесем этим. Ну вот чувствуете, какая подлость, какая низость, какой вот человеконенавистнический подход. А ведь СССР потерял 600 тысяч человеческих жизней за освобождение их от фашизма. Вот это такая сегодня европейская благодарность. И поэтому нас вот втягивают хотим мы не хотим. Вот мы просто вынуждены эти параллели делать с тем, что происходит у нас сегодня. Опять-таки, если своего ума нет, то в любом случае наших вот этих прозападных руководителей, правительства, парламент, их просто заставляют принимать вот те решения, которые выгодны, опять-таки, Соединенным Штатам Америки, которые выгодны в какой-то степени Европейскому Союзу. Если брать экономическую составляющую, там вообще, опять-таки, вы говорили, на каком свете мы находимся. А мы в экономическом плане прошли уже точку невозврата, к сожалению. Сегодня из всех стран, бывших Советского Союза, Россия мощно развивается. Валовый внутренний продукт вырос в три или в четыре раза по сравнению с тем периодом. Мы по валовому внутреннему продукту в Молдове сегодня приблизительно 68-67 процентов находимся от того, что мы производили в 90-м году. Вот можно кричать о какой угодно советской оккупации. Спасибо таким оккупантам, которые настроили фабрики, которые настроили заводы, которые построили то здание парламента, где сидят, которые все в этой республике за те 40 лет, что была советская власть здесь, они вот все построили. Вот такие были оккупанты. И, кстати, из этих республик всего лишь Белоруссия тоже с положительным сальдом. У нее где-то на треть увеличился валовый внутренний продукт. Все остальные минусы. Ну, Казахстан где-то приблизительно на том же уровне идет. Вот вам реальность. Вот вам реальность. Та, которая есть. Это к вопросу, кто кого кормил. Потому что есть вопросы валовый и внутренний продукт. А есть вопросы внутреннего потребления. Так вот, в наших республиках всех, кроме Белоруссии, кроме Российской Федерации, внутреннее потребление было выше. А мы грозились кого-то закидать помидорами. Да, в 1992 году. А тут, в общем-то, сейчас покупаем турецкие. Да. Ну, вот, слушая вас, я задумался на такое, в общем-то, грустное мысль. А есть какой-то, ну, не знаю, прецедент или, может быть, такое явление в геополитике, как, ну, со словом справедливость увязанное, историческое возмездие, может быть, предателей. Ведь понятно, на чем строится расчет. Вот тот же Саакашвили, который в 2008 году устроил вот эту бойню в Южной Осетии. Сейчас он скрывается в США. То есть тут отсиживался в Украине, пытался там себе сделать политиком. Не получилось. Нарвался на более наглых и более жестких оппонентов. Так сказать, сначала друзей, а потом... Ну, тем не менее, получил паспорт США. Да, паспорт США. Сейчас находится, всем доказывают, что он еще и украинец самостейный. Ну, какая-то вот с ним, понятно, напрашивается параллель, что вот происходит какое-то справедливое возмездие. А, в принципе, возмездие тем политикам, которые предали. Вот есть такие прецеденты? Ну, наверное, есть такие прецеденты. Ну, честно, нет. Ну, в истории их... Наверное, все-таки, мне кажется, явных нет. Иначе бы боялись бы. Потому что, смотрите, Украина в огне. Наша тоже пытается втянуть нас, в общем-то, прекрасно, осознавая, что если будет конфликт на Днестре, то вот это вот железо, оно будет проноситься над нашими головами в лучшем случае, если не через какое-то наши тела. Ну, если мы какую-то базу себе разместим, то не над головами. Ну, вот я об этом и говорю. Попадут точно вот сюда. И вот тогда кто за это ответит, кроме как мы, простые люди? Ну, мы будем расплачиваться, это действительно так. Вот в Румынии вот это, как они называют, про, да, вот эта база появилась в Польше, вот они ее открывают. Ведь россияне четко и ясно сразу откровенно сказали, ребята, вы предпринимаете, скажем так, как в отношении нас, те, мягко говоря, недружественные действия. Да, недружественные действия, мы вынуждены защищаться. Мы же не знаем, кто у вас будет кнопки нажимать, кто будет командой, из какого центра давать, из Соединенных Штатов Америки или так далее. Мы берем эту территорию под прицел, потому что это затрагивает наши интересы. Помните, рассказывали сказки, что ракеты против Ирана? Да, против террористов. Да, не, против Ирана, потом вообще детский лепет против Ирана. Теперь понятно. А кто воюет с террористами? Ни одна ракета не вылетела с тех территорий для того, чтобы упасть на базу ИГИЛа или какой-то другой? Да, да, да. Ну вот, к сожалению, тех, кто, ну, я знаю одних пострадавших, вот те, которые их добили. Наполеон не туда полез и получил. И, соответственно, Гитлер со своей шайкой тоже доуправлялся. Ну, а вот эти все марионетки типа Саакашвили, ну, они свой кусочек либо предательский всегда имели бы... То есть, видимо, на Западе считают, что прецедента Нюрнбергу больше не будет. Ведь когда осужден был фашизм... Ой, как бы они хотели бы забыть этот процесс. Да, осуждены были отдельные конкретные лица, которые были виновны в геноциде, в величайшем геноциде. В преступлении против человечества. Да, против человечества. И вот здесь вот такое ощущение, ну, придумали свой Гаагский суд, наверное, он будет там, видимо, тем Нюрнбергом, хотя я сомневаюсь. Понимаете, Святослава, здесь, есть один такой момент. Победитель всегда прав. И всегда как бы на стороне... Да, и победитель всегда диктует условия сдачи, сроки выделяет, там назначает и так далее. Ну, а они, первая экономика мира, они уверены в своих силах, поэтому они пытаются что-то диктовать. Но диктовать вооруженным путем они не могут, потому что боятся вот той ответки, которая обязательно случится. Да, потому что мы все прекрасно, кто в этих вопросах хоть чуть-чуть понимает, прекрасно понимаем, что даже если будет уничтожено все политическое военное руководство, все равно система сработает по заложенному в нее стандарту и алгоритму. И он обязательно последует. Военные это очень хорошо понимает. Но масса политиков, таких как и у нас, таких как... Посмотрите, что в Соединенных Штатах Америки делается на того же Макейна, посмотрите. Ну, это же просто злоба какая-то у человека. Просто русофобия сплошная. Вот они там... Ну, помните, это их министр обороны выпрыгивал с какого-то этажа, но, правда, далеко не... С криком русские танки. Да, русские танки. Ну, вот до чего доходят люди. Ну, я так понимаю, что эта русофобия набирает обороты. И вот дальше, смотрите, не так давно была опубликована информация о том, что Польша потребовала какие-то репарации от Германии, а сегодня уже от России. Германия точно так же может ответить, отдайте земли и никаких проблем. Ответим деньгами. Да, ответим деньгами. Ну, давайте тогда пересмотрим все послевоенное это управлять. То есть, речь идет об этом. И вот мы действительно находимся сейчас, балансируем на грани. Конечно, есть здравомыслящие политики и везде, и в Европе. Есть, наверное, в Соединенных Штатах Америки какая-то часть незомбированная все-таки есть. Но вот общая тенденция, она действительно настораживает. Вот мне действительно как-то даже неудобно вот по этому событию, которое вы затронули. Ну, приехал сюда журналист. Да, он главный редактор газеты, который здесь издает свой филиал. То есть, он приехал по делу. Формулировка. Он не объяснил там цель своего визита. Он по бизнесу приехал. Он хозяин, он владелец здесь бизнеса. Два инвестора, в том числе собственники здесь, собственности на территории Молдовы. Нам получают... Это что, открытый сигнал всем другим? Не приезжайте. Не приезжайте, потому что вас здесь скинут, вас здесь обманут, вы здесь никто. Ну, здравомыслящие бизнесмены понимают это именно так. Ну, а с другой стороны, ну, получается, вот то, о чем я говорю, ну, это вот русофобия. Вот мы русских не любим, они поддерживают Додона, да, ну и, соответственно, мы будем делать всю любую гадость, положим весь народ Молдовы, развалим окончательно нашу экономику. Ну, вот мы будем, вот такие мы прозападники, проевропейцы. Да извините, уже один миллион людей за границей, ну, как можно по-другому говорить? Ну, видимо, еще есть, что украсть. Будем говорить. Ну, кредиты, да, будут давать. Вот смотрите, Украины все равно, то притормаживают, но что-то дают. Ну, опять же, дают на что? На то, чтобы она продержалась в этом противостоянии с собственным народом, для того, чтобы на Юго-Востоке плывал... С России, прежде всего, да. А это конфликт, вот, как бы составляющая часть. Да. Понимаете, я вот опять возвращаюсь к той мысли. Есть открытое военное столкновение. Сегодня оно чревато большими последствиями. То есть, в мир атомного оружия это так не проходит. Но есть вот другой путь экономически ослабить своего соперника, создать ему очень сложные условия, вызвать недовольство населения. То, что мы видим, вот эти все оранжевые революции, все, что сегодня против Путина поднимается, пена, да. Те санкции, мне кажется, как раз для того, чтобы вызвать недовольство тоже элиты и сказать, вот зачем нам такая политика. Вот эти все НПО, да, вот мне нравится, в последнее время появилась открытая информация, кто у нас тут в Молдове, какие организации, средства массовой информации, кто подпитывается из европейских фондов, кто из румынских, кто... Ну, извините. Ирония, знаете, еще в чем, они не скрывают. Зайдите к ним на сайт, это вы увидите, там целый список выложенный, когда им тыкаешь, да, ну и что? Ну и что, да. Они же правду говорят, они не пропагандой занимаются. Все остальные... Ну, вот такой момент уже под занавес. Ведь не состоявшееся заседание Совета Безопасности Республики Молдова... А, да, понял. И вот здесь такой момент. Вот смотрите, ну, не знаю, были включены какие-то вопросы в поездку дня, там, в пожарном порядке, или, может быть, еще как-то. Является ли это основанием для того, чтобы те или иные члены Совбеза вдруг решили сказать, нет, мы не придем? Нет, это... Ведь, в принципе, их обязанность держать руку на пульсе безопасности нашей страны, для этого, в общем-то, их туда и посадили. Они для этого наняты. Вы понимаете, они дают открытый сигнал обществу. Мы на контакт не пойдем, мы сотрудничать не будем, мы хотим переломить ситуацию через колено, и вы будете делать так, как мы хотим. То есть, они даже наплевали на все на приличие. Ну, приличный человек как бы посидел бы там, помолчал, сказал, ну, да, вот мы что-то не так сделали, ну, давайте мы дополнительно еще соберем... И утопим бы в бездействии. Ну, да, вот такое вот бездействие. А здесь нет, здесь открыта позиция, не будем мы сотрудничать с президентом, не хотим мы отвечать. Вот захотели мы и выслали. Объяснять ничего не будем. А что объяснять? Что они могут объяснить? Ну, то, что не пустили гражданский самолет с пассажирами, который еле дотянул до Минска и не угробил 156 человек, чисто случайно, потому что там был вот человек, который им не нравится. Ну, не будет президент Путин из-за каких-то там прихотей, каких-то молдавских там министров менять своего представителя. Хотите с нами жить, дружить? Ну, живите, дружите. Не хотите, ребят, до свидания. Они без нас обойдутся. Но то, что вот наши вот эти правители делают, ну, они делают... Ну, вы меня извините, это против своего народа получается. Но это нехорошо, это неправильно. Это неправильно. Там 700 тысяч наших граждан. Там более, ну, 60% валюты оттуда приходит нашу страну. Ну, вот давайте вот этот источник перекроем. Только потому, что американцам это нужно. Может быть, надо воровать меньше. Поэтому я считаю, что... Ну, вот у президента прозвучало, я считаю, что это здравая мысль. Если так это будет продолжаться, надо увеличивать количество членов Саубеза. Ну, и не ходите ради бога. А решение вы все равно будете выполнять. Ну, а как по-другому с этими людьми разговаривать? Ну, так же нельзя. Или ты болеешь за свои партийные интересы, или за свой карман? Или ты решаешь государственные какие-то моменты и вопросы? Никто же сегодня не говорит, Додон же не говорит, вот давайте все, мы с Западом не будем торговать, не будем сотрудничать. Нет. Там здравая позиция у человека. И у партии социалистов. Да, они говорят, мы вот это, транзитная территория. Мы мостик между Западом и Востоком. Давайте на этом извлекать свою выгоду. Мы вот не можем отказаться от восточного рынка. Но мы сегодня прекрасно понимаем, что мы, да, с Западной Европой уже очень многое сделали. Они нам действительно помогают и помогали. То есть мы вынуждены быть вот в этой среде. Но здесь нужно проводить просто умную, здравомыслящую политику, независимо от каких-то своих личных вот расчетов. Вот в этом проблема. Вы знаете, печально в том, что вот да, нам помогают, но результат этой помощи более миллиона людей находятся за пределами. Это практически вот демократическое, либерально-демократическое, как угодно, назовите, власть, она практически выслала за пределы своих граждан. Потому что здесь мы вам чего не дадим. А человек хочет жить. Он желает выжить и помочь своим близким, поднять своих детей хочет. Поэтому просто так наблюдать. Ну, мне никто не помогает. Я что, сложу руки на груди и забудусь? Ну, вы затронули очень сложную тему. Это, наверное, не одна передача может быть посвящена этой теме. Почему? Потому что действительно вся их помощь выразилась в том, что мы сегодня 70% от ВВП 90-го года. Вот вся их помощь. Мы развалили, у нас было сколько? Около 600 заводов. С такими друзьями врагов не надо. Да, не надо. Конечно, 36 заводов были союзного подчинения, крупнейшие заводы приборостроения очень мощные. У нас было тысяча коллективных хозяйств, сельскохозяйства, которые держали всю социальную сферу при помощи вот тех рецептов Всемирного банка, Международного валютного фонда. Погибли. Благодаря их доброте все это уничтожено, все это разделено, все это разворовано. И сегодня мы имеем то, что мы имеем. Так что вы, вот, мысль очень четко. К сожалению, наше последнее вот эти заключение никак нельзя назвать вишенкой на торте. Потому что сегодня мы с вами, в общем-то, проговорив все это, подошли к какому-то дороге. Сегодня современные Молдовы, как правило, вывели страну, знаете, на какую-то монорельсовую дорогу. И довольно опасно. Загоняют на бойню. На монорельсы можно ехать только очень большой скоростью, где нет возможности для особого маневра и увидеть, куда ты правильно несешься. И в одну сторону. И в одну сторону, да. И иначе, если ты попытаешься притормозить, тебя просто завалят. В буквальном и переносном смысле. Вот это страшно. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Будем с удовольствием продолжать наши с вами беседы и встречаться в рамках нашей программы. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов. Следите за нашими эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова